Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Дима Дмитренко отказался от Оли Райской и вернулся к Оле Рапунцель. Рапунцель пишет, он позвонил Оле и поставил точку в их отношения. Он вернулся ко мне, но даже несмотря на это, я не спешу его подпускать к себе, ведь он предал меня, а это тяжело забыть. Я хочу, чтобы он снова добился меня и кастинг я отменять не собираюсь. Райская, конечно же, расстроена и даже сомневается, стоит ли ей возвращаться на поляну. Дима хочет быть с топовой участницей и я не вписываюсь в его планы. Я верила ему до последнего, моя симпатия была искренняя, мне больно. Как вы думаете, стоит ли мне возвращаться на проект? Андрей Чуев, по слухам, ведет себя совершенно неадекватно. Он поскандалил семью Африкантовых, облил трехэтажным матом и ударил маму Марины, Татьяну Владимировну. Затем Чуев поцеловал одну из участниц проекта на глазах у Марины и ее мамы. Также Андрей довел Марину до слез. Он сказал, что у девушки маленький бюст, что с большим размером ей будет намного лучше. Подписчики комментируют выходки Чуева. Его никогда не выгонят, потому как в названии его строительной фирмы есть магические буквы ТНТ. А Африкантовы проглотят все, даже если он им руки-ноги переломает, ведь за все, что происходит, они получают деньги. Игорь Трегубенко и Элла Суханова устроили еще одну церемонию бракосочетания на Сейшельских островах. В последнее время Настя Волынец и Богдан Бобрик часто ссорятся. И на тет-а-тете Оля Бузова предложила им подумать над тем, чтобы завести общего ребенка. Возможно, с появлением ребенка ситуация в отношениях изменится в лучшую сторону. Зрители комментируют. Они сами как дети. Она одну-то не воспитывает, куда и второго. Утро Ивана Барзиковой и Маши Тулеевой началось очень необычно. Маша пишет. Утро началось с холодного душа. Пока мы с Ваней спали в женской спальне, пришла Женя перец и облила нас водой. Просто Женечка не может смириться, что Ваня выбрал меня, а не ее. Мне ее искренне жаль. Даша Пынцарь рассказала, что им вместе с маленьким Давидом, которому исполнился месяц, предстоят новые съемки. Они отправятся на реалити-шоу. И на этот раз Даша будет сбрасывать лишний вес и приводить свою фигуру в порядок после беременности и родов. Алиана Устиненко отправила свою маму Светлану Михайловну на Северный Кавказ, в место, где есть целебные источники. Прошлым летом Светлане стало там гораздо лучше и опухоль уменьшилась аж на 50%. Сегодня ночью женщина вместе с Сашей Гобозовым выехали туда, а Алиана и Роберт пока остались дома. Но как только девушка закончит все свои дела в Москве, она присоединится к своим родным. Алиана написала в своем блоге. «Я очень надеюсь, что чудо произойдет, ведь мы перепробовали уже все известные методы лечения, от дорогостоящих медицинских до обычных народных. Молюсь, верю и люблю». У бывших участников проекта Женя и Антона Гусевых была льняная свадьба. Они отметили 4 года совместной жизни. Ребята праздновали в компании с Викой Романец. Женя написала, «Чтобы в нашей жизни не происходило, мы всегда вместе. Дай Бог, чтобы в нашей семье всегда царила гармония, нежность и любовь, чтобы никогда не разрушился наш маленький мирок». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!